Областной творческий форум юных корреспондентов проходил на Брещене с марта по мая текущего года. Более полусотни работ были оценены жюри за этот период, и сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей. Лучшие из лучших были определены в трех номинациях – интервью, зарисовка и репортаж. Несмотря на то, что большинство конкурсантов или еще только постигают азы владения словом, или получают совершенно другую специальность, члены жюри признаются, что уровень их работ был действительно очень высоким, а потому борьба оказалась конкурентной и напряженной. Работы действительно очень прекрасные, работы очень эмоциональные, очень такие трогательные, иногда даже сложно читать, вот сдерживаешь слезы. Ну, я бы хотела сказать, что это очень важно, важно для них, для них это опыт написания, опыт, как говорят, пера. С одной стороны, а с другой стороны, когда они пишут о милосердии, о людях, которые проявили себя в милосердности, когда они пишут о волонтерстве, ну, конечно, веришь в то, что такие дети, они никогда в будущем не допустят каких-то поступков, которые расходятся вот с этим понятием. Несмотря на разные стили, манеру письма и направление работ, всех их объединяла тема, заданная по условиям конкурса. Маршрут «Милосердие» именно под таким названием проходили соревнования юных корреспондентов. Большинство работ было посвящено деятельности Красного Креста, а также людей, которые не на словах, а на деле помогают и поддерживают тех, кто по разным причинам оказался в сложной жизненной ситуации. Я дослала свою работу у номинации интервью. Я писала об волонтерской организации университета «Дея учусь», и героиня моего интервью была девчина, яка заявляется керонником этой организации, об самой единости организации я доведалася. Мне было интересно больше подробнее доведаться об тем, чем занимаются волонтеры университета, чего они это делают, что их интересует в этой справе. В нашем лице есть волонтерская организация, и написание этой статьи на участие в этом конкурсе меня сподвигло, прежде всего, я не знаю, показать людям, что такое волонтерская деятельность, показать им, что это, ну, то, что, допустим, добрые поступки безвозмездно сделаны, это, ну, то есть, наоборот, хорошо. Работы победителей конкурса будут напечатаны в газете «Народная трибуна», а потому каждый желающий сможет лично ознакомиться со статьями, сюжетами и репортажами, которые подготовили молодые люди в этом году. Организаторы конкурса, в свою очередь, выразили уверенность в том, что такая хорошая традиция будет продолжена впредь, так как подобные конкурсы и мероприятия – отличный воспитательный момент и прекрасная возможность попробовать свои силы, возможно, будущим акулам пера.